всем привет приветствую всех на своем канале сегодня у нас 5 июля и мы на даче находимся на своем поле где у нас арбузы и вот за неделю с ним с ними вот так вот такая беда приключилась половина засохла половина заболела арбузы конечно уже лежат большие здесь наверное килограмм по 6 у них есть уже это у нас американский оранжевый завязал он 4 арбузика были листья прям хорошие но вот что с ними стало можно сказать за неделю поспевших здесь еще нет усы у них еще зеленая так что может вполне возможно что они еще не дозрели пусть еще лежат много вот таких маленьких желтых заболевших тоже и сегодня мы сорвем свой первый арбузик и это у нас будет шуга деликата лежат вот такие у нас маленькие интересные это чарльстон грей у нас вот такие уже начинают тоже усики отсыхать сейчас скажу кто это у нас уже не помню это у нас srd2 но почему-то на них нет усов и по ним непонятно как определить поспели они или нет чисто по дате будем смотреть так они должны числа до 15 еще лежать их пока не будем трогать а вот этот вот шуга деликата мы сорвем сегодня у него уже отсох усик отсохла лопатка вроде звенит но не знаю доспел не доспел сегодня сорвем конечно попробуем как он на вкус дыни у нас на улице все попропали они просто погрызанные были вернее они наверное треснули на солнце от избытка влаги было у нас очень сильное как сказать наводнение очень много было осадков и они видимо впитали много влаги и просто потрескались и конечно там сразу их облепили поели это у нас фейерверк лежит два штучки шуга деликата почему-то один только завязался и это у нас продюсер два арбузика лежит но не знаю в этом году конечно не очень урожай по арбузам погода такая была весна холодная потом дожди были непрекращающиеся так что по арбузам у нас не очень и в теплице как-то они в этом году не очень зато дыни в теплице очень хорошо растут здесь у нас осталось можно сказать 1 дынька такая маленькая она небольшая но начала цвет менять надеюсь что она тоже не треснет и две маленьких лежат но не знаю совсем малютки наш батат так и стоит не растет ничего с ним вот он как есть как мы его посадили можно сказать так он и остался пусть растет посмотрим потом что у него конечно там наросло надежды конечно нет на него но я думаю что хоть чуть-чуть что-то до выросло ничего страшного в следующем году попробуем еще раз и сегодня уже попробуем нашу кукурузу уже нарвали початков кукуруза стоит огромная початков много и вот мы любим прямо чтобы она была молочная еще такая не желтая а чуть-чуть белесая очень она тогда вкусные початки уже такие большие на следующей неделе уже она начнет массово поспевать не улыбается все-таки через два дня мы сняли несколько арбузов так как плети совсем высохли и мы решили уже нет смысла им лежать на жаре арбузы сильно нагреваются на них появляются вот такие даже желтые пятна от солнца сорвали мы в тот раз шуга деликата мы ее попробовали его попробовали очень вкусный был арбуз прям сладкий сочный также мы сорвали два оранжевых оранжевый американский но он почему-то внутри желтого цвета он не оранжевый и на вкус он но не очень нам понравился скорее всего он не доспел хотя плети уже все они высохли просто-напросто и сорвали вот таких вот два srd2 мы уже как-то пробовали его с балкон на балконе мы выращивали и ну такой среднячок был не очень сладкий был но вот попробуем что же у нас выросла на поле взвесили мы их эти по 3 800 3 900 этот у нас 5 килограмм завесил американский оранжевый тут у нас еще тыковка маленькая сейчас извесим сколько вообще тыквы вырастает это у нас учики кури ну вот полтора килограмма как раз одну тыкву вот так вот сорвал съел ее и все никаких остатков ничего не остается вам не надо думать где их хранить что с ней делать и что-то придумывать вот такой вот урожай арбузов мужа едим так что в начале августа у нас уже есть свои арбузы хотя мы живем брянской области было пиле это пожарче наверное побыстрее не созрели и еще бы может лежали по и зрели а у нас вот так вот в этом году опять все плети заболели под засохли в том году у нас были заморозки до сентября они лежали и все равно не успели вызреть в этом году по не успели если не заболели плети очень как-то лето дождливая прохладная весна холодная но ничего надеемся на следующий сезон и в следующем сезоне мы еще попробуем свои арбузы в этом году еще у нас лежат на поле остались мы все-таки оставили где более менее еще плети зеленые так что хоть что-то еще успеет поспеть вот так вот выглядит арбуз американский оранжевый но он не оранжевый и семечки они у него такие светлые мы когда сажали этот арбуз у него тоже семечки были вот такие бледные я так понимаю они такие должны быть они жесткие вот как обычного арбуза когда чернеют семечки не прямо жесткие и эти жесткие семечки то есть может быть он чуть-чуть не дозрел но он должен быть оранжевый ярко-оранжевый он желтый и на вкус он такой своеобразный отдает даже тыквой как бы нам не очень понравился этот арбуз так что больше мы такой не будем покупать и там семена были какие-то с озоном и заказывали и походу это были вот сами собирали и потом распаковывали это не от какой-то агрофирмы это кто-то сам свои семена продавал но в следующем году мы такие не будем сажать это арбуз с rd2 мы выращивали его на балконе он нам показался не сладким вот в поле он намного слаще он вкусный сладкий хоть у него и неправильная форма но вот то что у него такая особенность у него нету не усов ни лопатки непонятно когда он созрел надо засекать и смотреть семена у него тоже не черные а вот такие темно-коричневые они тоже жесткие он уже поспел он конечно сладкий все нормально вот шкурка у него толстая может он и хранится будет подольше чем тонкостенные арбузы например фейерверку прямо тоненькая тоненькая шкурка он можно сказать и не хранится это тоже считается порционный арбуз и у него вес был 3 800 это наша тыква и вот она еще зеленая должна стать коричневая это тыква большой шлем будет ждем хотим ее попробовать но не знаю успеет она за месяц вызреть хотя там еще можете сентябрь быть теплый но не факт обычно у нас сентября рано наступают заморозки а потом опять тепло приходит не знаю если их побьет морозом то придется снимать недозревшие вот хотим ее попробовать хвалят многие что она очень вкусная но она у нас еще маленькая зато парижская золотая у нас прям огромная это еще одна завязалась вон она большая лежит уже листва начинает пропадать потихоньку заболевать так что скоро наверное уже придет осень вот такой урожай мы собрали за три дня три дня назад мы собирали все это и сегодня уже опять насобирали томатов разноцветных и зеленых и желтых и черных таких только нет и огурцов огурцы китайские огромные перерастают вот за три дня они такие огромные вырастают и можно сказать на неделю вот таких штук пять и должно хватить а их у нас очень много но уже туда-сюда они отходят скоро уже осень чувствуется что уже заканчивается сезон чуть-чуть капусты набрали перчиком и баклажанов в томатной теплице у нас приблизительно 35 градусов как солнышко прячется здесь и температура хоть чуть-чуть падает поливаем сейчас где-то раз в неделю точно иногда даже два раза в неделю пока жарко томата очень много уже практически все попробовали и тут у нас вот такой зеленый мы попробовали на днях это гостиниц но не знаю нам зеленая тайна личинки больше понравилась этот кисловат и шкурка у него намного толще а зеленая тайна личинка он прямо сладкий он сахарный как конфеты джек-пот но это мы его вялем в основном висят очень много тоже он как раз чтобы вялить или закрывать еще сахарок на днях попробуем и скажем как он нормальный или нет выглядит выглядит аппетитно надеюсь что будет вкусненький а так томатов очень много едим вовсю уже и в салатах и вяленые и какие только уже не едим много черри полосатый шоколад очень любим его просто так едим он очень сладкий расскажите про свои любимые сорта очень будет интересно может что-то поменяем и какие-нибудь сорта новые посадим у нас еще много семян остались с прошлого года но новенькая всегда хочется что-то попробовать но я на этом с вами прощаюсь и увидимся уже в следующих видео всем пока пока пока